А для сумасшедших, конечно же, это, что вам нравится, вообще такое новое, да? Друзья, добрый день, с вами интернет-магазин Хамоношок, меня зовут Вадим, и сегодня выпуск, который я действительно люблю, он мне безумно сильно нравится, это новинки, это новый бренд, он максимально сильный, максимально красивый, максимально интересный, максимально традиционно японский, это бренд под названием Шизу Хамона. Его раньше продавали, но люди хотели очень много за него денег, и он, честно говоря, у них не пошел, и мы тут такие пришли и говорим, слушайте, а можно нам что-нибудь такое бюджетное, что-нибудь классное, и выпишите нам это на Россию, и нам выписали это Шизу Хамона, повторюсь я снова. Сегодня разговор пойдет про серию под названием Джен, где классическая японская рукоять, максимально классический, красивый японский клиночек, и вообще серия очень красивая с точки зрения подарков, почему ее нужно дарить на подарки, в этом выпуске я вам расскажу. Серия состоит из 7 ножей, непосредственно это у нас Бунка с длиной клинка 195 мм, потом Бунка с длиной клинка 145 мм, это вообще идеальный буночный сет, на самом деле, на все случаи жизни. Потом у нас Юйта 240 мм, огромный нож Юйта 210 мм, Юйта 180 мм, и два универсальных ножа, один с длиной клинка 160 мм, другой с длиной клинка 130 мм. Начну я, конечно же, выпуск с того ножа, который я никогда в жизни не куплю, но вы любите эту форму, вы любите почему-то эти размеры, но я, конечно же, вас понимаю, потому что это действительно прям большой крутой ножик, а именно Юйта с длиной клинка 240 мм. У нас тут вот такое вот чудо, коробочка. На самом деле мы уже подраспаковали все это дело, потому что распаковывается действительно долго, тут все максимально красиво упаковано, все завернуто, красивая инструкция к этому ножу, как руками все это дело сделано, вот это вот все описано. В общем, кайф чистой воды, когда происходит анбоксинг. Ну и, конечно же, вот самое то и самое удовольствие, это, конечно же, когда вы получаете вот этот ножик, или не получаете, берете его в руки, и вы понимаете, что это действительно очень круто. Классическая D-образная рукоять, естественно, она из стабилизированной древесины, что гарантирует вам, что они просто не будут рассыпаться и будут служить очень долго. И самый крутой момент, тут есть капсула металлическая, в которой клинок, вот туда вот его засунули, то есть он вообще никаким образом не разболтается. Эта штука прямо навечно, вот на видео мы вам сейчас покажем, как вот эта штука работает, и вы понимаете, что это не просто так. В этом бюджете я не видел такого решения вообще. Сам клинок, он, все ножи, они достаточно толстые по обуху, всю эту информацию более подробную вы можете взять посредственно у нас на сайте, потому что наши ребята описывают ножи вот просто вот чуть-чуть, вот вплоть ли не до угла заточки. Клеймо тут непосредственно производителя, 33-слойный дамаск, виджетент, центральный слой, в обкладках ИСУС 410, классическое покрытие, хаммерет, да и сама форма вот этого гюйта, я на него смотрю, но это, это вот резак, да, это же, да, да, а, вы знаете что, друзья мои, я вот смотрю и думаю, а что он маленький, а я показываю вам не 240, а 210 миллиметров. То есть я вот смотрю, он не такой уж и большой, думаю, все-таки какая-то универсальная история. Я начал показ, извиняюсь, с 210, дальше будет 240, уже переписывать не будем. В общем, вот такой вот большой ножик, еще не самый большой, под названием гюйта, классическая геометрия, шеф-ножа, рез классный, рукоять разная, сталь здесь хорошая, классическая Япония, вообще чистый кайф. Давайте быстрее, 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 я покажу вам 240, потому что пообещал я ему показать в самом начале. На контрасте, вот, и вот, 210-240. Ром, вот ты чувствуешь разницу вообще в размере, вот, ну, прям вот чувствуется, да? То есть это 210, это универсальная история, с ней еще можно жить, это ножик для сумасшедших. То есть он большой, вот, Ром, вот какой бы ты вот, вот, вот выбрал бы, скажи себе, вот прям глядя вот сейчас вот. Конечно же для сумасшедших. И вот я понимаю, на самом деле, почему люди покупают эти ножи, потому что они большие, вот, чувствуется уверенность. Но есть вот этот кайф, знаете, от обладания таким большим кухонным ножом. Ну, классно, мне очень нравится рисунок у этого Дамаска. Как здесь все сделано, вы знаете, нет вообще абсолютно никаких косяков, все прямо вот в идеал выведено. Заточка в ноль. Прекрасно. В общем, вот такой вот большой ножик. Давайте я еще раз вам покажу разницу, чтобы вы поняли. Слева 210, справа 240. У меня. В общем, сумасшедшие, адекватные люди. Ну, я же понимаю, какие вы, и действительно, какие ножи вы будете покупать. Ну, и, конечно же, я вас поддержу, потому что я никогда не куплю этот нож, но я хочу этот ножик. Именно вот этот размер. Вообще хочу 270, пускай будет. Вот. В общем, вот таких вот два ножа. Это шеф-ножи непосредственно. Ближе к пятке мы шинкуем, к носику мы, то есть вот так вот толкаем непосредственно движением вперед. Вот. Далее у нас идет, получается, что еще гюйта поменьше. 180 миллиметров длина клинка. И, кстати, где тут 240 миллиметров? Какова разница? Вот это покупает почти 90% людей, вот этот размер. А 10% покупают вот этот размер. То есть контраст. В общем, так. Вот такой вот классический гюйта с длиной клинка 180 миллиметров непосредственно. Да тут то же самое на клинке, они просто отличаются размером. Исполнение вообще одинаковое. Кстати, я очень сильно удивлен в том плане, что он не сильно широкий, на самом деле, для гюйта. Он достаточно узковатый. И он такой достаточно проворливый с точки зрения реза. И он не подойдет для шинковки. Ну, то есть это не для этого. Это все-таки действительно такой классический гюйта, чтобы резать вперед. Прикольно. Мне нравится. Рукоять. Ну, рукоять Д-образная тоже кайф. Вот такой вот гюйта. В общем, три гюйта 180 миллиметров, 240 миллиметров и 210 миллиметров. Это универсальная, конечно же, история. Так, далее мы идем непосредственно. Давайте мы закроем два пети сейчас. Один зеленой клинка 160 миллиметров, другой зеленой клинка 130 миллиметров. Пети это универсальные кухонные ножи. Это действительно такие проворливые. В общем, это те ножи, когда вам, грубо говоря, лень брать большие и хочется маленьким быстро сделать задачи. Это именно те ножи. Тут непосредственно два в этой серии. Так, длина клинка у нас, да, 160 миллиметров и длина клинка 130 миллиметров. В общем, вот такие вот два ножичка. Такие ножи, в принципе, должны быть у каждого. Я говорю не именно вот про эту серию, не про этого производителя, а именно про размеры. Потому что действительно огромное количество задач на кухне выполняется небольшими ножами. Так, я их убираю и сейчас я разберу просто идеальный сет на самом деле на кухне для меня. Это бунки. Одна с длиной клинка 190 миллиметров, вот такая вот большая, просто шикарный ножик. И такая вот вторая с длиной клинка 145 миллиметров, вот такая вот мини-буночка. Это вот из разряда любителей бунок, из разряда любителей, которые вот просто обожают эту форму, также ее полюбили. Вот сейчас есть такой вот готовый сет. В общем, вот такие вот на самом деле интересные буночки. Мне, конечно же, зашла очень сильно 190 миллиметров. Здесь прям вот все. И классическая Япония, и сталь, которая не подвержена коррозии. То есть эти ножи прям для жизни. А еще особенно если два таких ножа, это вообще для любителей очень хорошей и качественной жизни. Так, это точно мой сет на самом деле. Это две бунки. Вот, идем далее. Что бы я хотел порекомендовать, конечно же, людям, которые, допустим, не хотят смотреть в сторону бунки, а хотят вот себе набор из двух ножей. Гюйта с длиной клинка 180 миллиметров и Петти с длиной клинка 130 миллиметров. Вот такая вот универсальная история. Идеально. Вот так вот, честно говоря, еще более идеально. По мне. А для сумасшедших, конечно же, это вот такая вот бунка с длиной клинка 145 миллиметров. И вот такой вот гюйта с длиной клинка 240 миллиметров. Ром, нравится? Вообще такой набор, да? Мне тоже нравится. В общем, вот такие вот ножи, вот такая вот серия, вот такой вот производитель. Мне очень сильно он понравился с точки зрения вообще всего. Вот начиная от коробок, заканчивая от ножей, рез безумный. Я могу смело вам рекомендовать эти ножи, хотя бы потому, что я уже получил обратную связь от клиентов, которые их купили и уже набивают себе прям сеты на кухне. В следующем выпуске мы рассмотрим другие серии от этого производителя. Их там еще три. И они действительно достаточно такие интересные тоже. Но это мне нравится больше всего. В общем, с вами был Вадим, интернет-магазин Хамоношоп. Подписывайтесь, ставьте лайки. Здесь будет много всего интересного из мира японских кухонных ножей. И, кстати, вот эта вот история про эти ножи появилась первыми в нашем телеграм-канале. Так что ссылочка на телеграм-канал будет непосредственно в описании под видео. Всем удачи и хорошего и острого вам дня. Вот так вот. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok